Всем привет, друзья мои! Хочу поздравить нас всех и себя, прежде всего, конечно же, с тем, что у меня уже больше 60 тысяч подписчиков. Всем спасибо большое, кто заметил, кто поздравил. Всем спасибо, кто присоединился и подписался на мой канал. Я вам обещала, что мой канал будет развиваться дальше. И дальше у нас будет много всего интересного и познавательного на канале. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. А сегодня, друзья, у меня для вас видео. Такое опять немного сборное. Сборная солянка, как я называю. Я расскажу вам последние новости, чем я занимаюсь, как у нас изменилась погода. Ну и вообще, немножко обо всем. Давайте, друзья, смотреть. Да, вот, кстати, друзья, для тех, кто интересуется, что случилось с этим мужчиной, который шею сломал, вот сегодня рассказываю. Его привезли обратно на той же самой скорой помощи, только уже коляска другая, видите, вот стоит. Я, к сожалению, конечно, не успела. Я только вернулась с прогулки и посмотрела, что стоит опять. Скорая помощь. Видно, что ему какой-то поставили, наверное, там шину или как она называется. То, что шея была сломана, я знаю, такие специальные шины ставят. Ну и, скорее всего, что все-таки он не захотел. А может быть, мест нет в связи с ковидом, там, в больнице. Поэтому его вернули назад, опять же, на каталке, опять очень долго заносят его там, укладывают, наверное. Вообще, история интересная. Ну вот, окончание такое. Значит, все-таки он жив. Слава Богу! Тем, кто волновался, вот я и показываю, друзья. Теперь уже там никакой пожарной и спасательной машины не стоит. Только, вот видите, скорая. Вот вышли мужчины. Они, что они будут делать опять? Непонятно. А еще посмотрите, у него странный такой аппарат в руках, похожий на этот огнетушитель. И моя очередная прогулка по окрестностям города Сандаун. Сейчас покажу вам. Я увидела и специально вышла. Вот этот грот. Старая церковь. Написана католическая церковь. Но вот она меня не очень привлекла. Меня привлекла опять вот эта клумба с гротом. Давайте посмотрим поближе. Шикарная вещь. Здесь, я так понимаю, Дева Мария стоит в красивом гроте. Здесь небольшой прудик. Сейчас я не вижу, чтобы там рыбки были. И здесь еще одна напротив фигура. Молящиеся женщины. Очень впечатляющая здесь такая композиция. И я ее вам хочу показать. Вы знаете, холодно. Плюс шесть. Ветер пронизывающий северный. И вот сейчас я смотрю, даже срывается снежок. На камеру, конечно, не видно. Он такой очень редкий. Но снежок срывается. Я слышала, что сейчас и в Европе похолодало. Что-то Пасха здесь католическая не принесла тепла. Посмотрите, я нашла пару. Пару лебедей здесь у пруда. Это совсем другой пруд. Посмотрите, здесь самочка высиживает уже птенцов. Съела на яйца. Видите, у нее гнездо здесь. Да, красавица. Красавица. Ну вот. Очень спокойные. Даже они не боятся, не реагируют. Вот ее. Здесь муж. Муж. И он совершенно спокоен. И ее даже от меня не пытается защитить. Потому что знает, что люди здесь не обидят. Ну вот как-то так было всегда. Хотя вы знаете, судя по тому, что они здесь вот расположились в лесочке. И здесь я вижу довольно много нор вот этих. Хорошо, если это кроличья нора. Ну а если лисья, то тогда им, конечно, тут будет не очень сладко. А вообще, вы знаете, сегодня у нас 8 апреля. И я приехала сюда посмотреть грибы-трутовики. Они обычно на березах растут. И вот я прошла практически. Тут совсем небольшая такая площадь этих березок. Но вы знаете, я, к сожалению, ни одного трутовика не увидела. Сейчас дальше пойду поищу. Если что-то найду, вам покажу. Но что я еще хочу сказать, что у нас очень похолодало. Сегодня ночью было минус 4. Это просто немыслимо. И вчера даже срывался снег. Хотя вот сейчас плюс 8 градусов. Но очень холодно. Хочется уже даже надеть рукавицы. И вот единственный грибок-трутовик, который я здесь увидела на березе. Но, знаете, судя по всему, он уже сухой вообще. И я даже не знаю, как называется. Вообще, насколько я знаю, все эти грибы-трутовики на березах, что они в основном, конечно, несъедобные, но они полезные. Они очищают организм, очищают очень хорошо печень и даже способствуют похуданию. Если кто-то желает, я вам об этом расскажу. Я вот нашла тут один трутовик вот такой. Вот видите. Но он уже сухой, конечно. Такой почти уже отвердевший совсем. Не полностью, но все-таки. Ну, а почему вам рассказываю? Вы же знаете, что я все интересные моменты какие-то... Если узнаю, то я стараюсь поделиться и с вами тоже. Ну, а как же иначе? Ну, и вот, в конце концов, я хочу вам показать, что я собрала. Я уже, к сожалению, пришла домой и вымала эти все грибы. Этот рутовик плоский. Вот так он выглядит. Обычно вот этот гиминофор внизу под шляпкой у него, он должен быть белым. Но так как я его терла очень сильно щеткой, чтобы все это промыть и вымыть, то он сразу темнеет. Обычно даже этот гриб называют гриб художников, потому что вот именно под шляпкой на вот этом белом гиминофоре можно рисовать. Ну, а я взяла его, этот рутовик плоский. Хочу... Вот сейчас я уже... Это у меня остался, я его не употребляю, потому что он такой, на мой взгляд, старенький, а нужно грибы молодые, живые. Вот я все молодые, живые, уже порезала. И вот так вот их режут мелко, высушивают. И потом, я рассказываю для тех, кто интересуется, и потом этот гриб, трутовик плоский, измельчают в кофемолке. И вот этот порошок принимают внутрь, либо заваривают как чай, либо делают настойку спиртовую. Там все это можно узнать. Я не буду на этом заострять внимание. Те, кто интересуется, может посмотреть и почитать. И единственное, что я могу сказать, что вот этот трутовик я собрала на дубе. В основном, только на березах и на дубах. Лучше всего собирать эти трутовики, потому что на сосновых деревьях, конечно, они будут уже непригодные для лечения. Ну, а если вот такие вот трутовики плоские вы найдете на фруктовых деревьях, то это считается самый лучший, самый полезный трутовик. Этот трутовик, конечно же, несъедобный, но вот он, как лечащее средство, применяется. И еще, кстати, хочу показать вам один интересный гриб. Тоже трутовик. Он называется дальдиния. Посмотрите, называется дальдиния. Или он называется еще угольный гриб, огненный гриб. И еще он называется, как ни странно, торт короля Артура. Вот какие интересные у него названия. Вот видите, он отличается сразу тем, что у него вот такие вот кольца под шляпкой. Ну и потом при нажатии, видите, он живой. И он даже выделяет какой-то сок. То есть он совершенно не засохший. Черный. И вот, когда его отламываешь, у него такой блестящий разлом. Он похож на уголь, поэтому называется угольный гриб. А огненный он называется, потому что, когда его высушиваешь, то он вот как труд используется, очень хорошо разжигается костры. То есть горит прекрасно. Ну вот, пока он живой. Я его для чего собрала? Потому что я слышала такое, что это вообще он лечит даже рак, убивает раковые клетки. Но вот когда я стала более подробно смотреть об этом гриппе, читать информацию, то оказалось, что мало он изучен. И несмотря на то, что действительно какие-то в нем ферменты, которые убивают раковые клетки, но кто-то говорит, что этого недостаточно и нужно изучать дальше. Поэтому я его, конечно, принесла. Но, наверное, использовать не буду, если уж он не изучен достаточно до конца. Ну вот, просто решила показать тем, кто интересуется. Вообще, грибы-трутовики, это, конечно, суперинтересно. Кстати, еще хочу вам такую интересную вещь показать. Вот посмотрите, у меня на стекле, что мне наделали птицы. Видите? Какой ужас! Ну, как тут сказать? Взяли, нагадили именно на стекло. И как могли они сюда попасть? Это же просто какой-то кошмар. Но мало того, что они мне здесь нагадили. Здесь-то я еще могу все-таки на крышу вылезти как-то и это убрать, помыть. Но когда я утром рано, проснувшись сегодня, увидела еще одно вот такое вот безобразие. Вы посмотрите. Это у меня на другом окне, уже в спальне. И здесь вообще не представляется возможным... Вот сейчас открою, вам покажу. Вот видите, как открывается здесь окно. И все, оно больше не открывается. И как мне залезть туда? Тут вообще рукой не подлезешь. Ну, вообще не подлезешь. Я в ужасе. Представляете? Ну, это что такое мне? Просто, понимаете, взяли и насрали мне на голову. Если кто-то мне скажет, что это к деньгам, ну, я вот отвечу, что нифига подобного, потому что у меня так только сплошные растраты сейчас. У меня вот несколько дней назад сломалась моя стиральная машина. У меня здесь была старая, пристарая машина Зануси. Ну, вот такая же старая, как моя подплита. Видите, она какая. Она хоть и рабочая, конечно, но она уже старая. И менять надо. И Зануси была такая же, но она работала. А тут вдруг бабах, и поломалась. Ну, я плюнула и купила себе вот эту Канди. Канди смарт, электрическая. Машинка, я еще ее, в общем-то, не пользовала полностью. Ну, вот чуть-чуть я ее использую. Здесь все автоматически, видите. Вся она пищит. Тут и килограммы белья. На 8 килограмм вот такая вот машиночка Канди. Она стоит 230 фунтов. Плюс еще за доставку и за то, что мне ее установили, я заплатила 90 фунтов. Итого у меня получилось 320. Вот, смотрите. Умножайте на 100, и вы получите в рублях стоимость этой стиральной машины. Это тем, кто интересуется, я рассказываю свои новости. Может быть смешно, конечно. Ну, вот. Решила вас повеселить и поделиться с вами этой историей. А у меня уже начинает зацветать моя красавица, махровая герань. Я нашла еще несколько разных других цветов. Вот я посадила такую же красавицу герань, но она другого цвета, розовая, с такой каемкой, красивой красной. Когда зацветет, покажу обязательно. А на этом, друзья, всем пока!